Израильские фермеры боятся обанкротиться, а все из-за мирового экономического кризиса. Объединение сельхозпроизводителей на днях направило письмо премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньяху с просьбой оказать поддержку сельскому хозяйству страны. Чего именно хотят аграрии, расскажет Динара Бектурова. Только одно такое персиковое дерево требует от 400 до 600 кубометров воды в год, а она здесь очень дорогая. Плюс ко всему сельхозпроизводители, нанимающих иностранную рабочую силу, облагают высоким налогом. Все это на фоне мирового экономического кризиса стало очень сильно бить по местным фермерам. И они заявили, если правительство не пойдет им навстречу, то Израиль останется без овощей и фруктов. Рони Барнес уже более 50 лет обрабатывает эти земли. Выращивает персики, авокадо, манго, гранат. Говорит, так тяжело заниматься любимым делом не было еще никогда. Из-за падения курса рубля и евро экспорт практически остановился. Спасают мелкие поставки. К примеру, недавно договорился с партнерами из Казахстана. И уже через пару недель эти сочные фрукты отправятся к нам. Во всем мире государство помогает своим фермерам, а в Израиле нет. Правительство, которое хочет быть уверено, что страна обеспечена фруктами и овощами на 100%, должно пойти навстречу. Наша проблема в том, что за все цену назначает государство. За землю, солярку, рабочих, налоги. И я не понимаю, как они не видят наших проблем. Нас обложили со всех сторон и считают, что это нормально. Израильские фермеры просят правительство провести реформы. Они даже составили их план, в который вошли четыре основные проблемы агросектора. В Минсельхозе Израиля предложение фермеров приняли к рассмотрению. Но из-за того, что правительство до сих пор не сформировалось после парламентских выборов, по кассе и за стол переговоров с сельхозпроизводителями просто некому. Динара Бектурова, Григорий Бадо, Израиль.